Второй вариант, генетическая катастрофа, которую мы вот рассматривали на прошлом занятии. Когда-то частью особи, вида прото-человек, поколение или несколько способных где-то рождению поколений, постигла генетическая катастрофа, то есть исчезновение генетически устойчивого ядра. И самки стали рожать только вот уродов, ну уродов это вот в кавычках взят. Но эти уроды уже принадлежали к виду человека разумной и были генетически замкнуты по отношению к породившим их особям. Вспоминайте терминологический аппарат прошлого занятия, что такое генетическая замкнутость. То есть при совокуплении либо неплодоносны, либо неустойчивы и исчезают. Вот это согласуется, такое положение, которое сейчас мы высказали, с однонаправленностью глобального эволюционного процесса в сторону усложнения. Известный состав биосферы и ископаемых остатков прошлых биосфер говорит, что путь эволюции – это не бесступенчатое плавное восхождение. Вспоминайте теперь первую лекцию, помните ступенчатая воронка, прозрачная, со ступенчатыми краями, куда укладывается канатика. А это многоступенчатая лестница. На каждой ступени многообразие видов. Каждая ступень – основание следующей. Вот такой вариант снимает вопрос о промежуточных звеньях и ставит вопрос о причине изменения генетики.